всем доброго времени суток банда ну и конечно отдельно хотелось бы поприветствовать самую интеллектуальную элиту рыболовного мира потому что только они смотрят подобное видео таких людей у меня на канале достаточно много пусть они конечно не все подписаны но смотрит десятки раз больше чем есть подписчиков но не в этом суть будет очень интересное видео сверху же такой шнур дайва маритан полторашка кто-то может быть помнит такие обзоры когда мы сравнивали восьмерку дайву с 12-жильный дайвой салтигой одинакового диаметра и действительно и на разрыв 12-жильный шнур держит больше то мы наблюдали 12-жильный питбуль вы не поверите кстати он оказался не 12-жильный а 8-жильный китайский но прошло какое-то время в моей коллекции смотрите пам 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 оказался настоящий 12-жильный шнур от шимана питбуль действительно я его покупал задавал много вопросов дистанционно продавцу по моей просьбе продавец даже расщепил его на атоме и посчитал там 12-жил я тоже посчитал убедился он действительно 12-жильный этот китаец выбывает из игры но смотрите какое интересное стечение обстоятельств эти два шнура одинакового диаметра это просто у меня руки чешутся чтобы это все проверить это все сравнить это просто суперская битва между шимана и даева и как вы видите на столе чтобы зарамсить проблему на поле битвы мы включаем действие прибор драк чеки и специальные обученные стики даже на картинке показано что это делается именно вот так вот этими стиками для особо одаренных все будет точки зрения японцев по фэншую все параметры которыми обладает 12-жильная салтига даева они почти совпадают заявленными это очень уникальные характеристики для сегодняшних рыболовных шнуров мало кто из шнуров может этим похвастаться на сегодняшнем рыболовном рынке смотрим что написано у нас на коробочке шимана видите аж прямо впредвкушаю всего этого это просто уникально это просто бомбезно это просто бомбяо ребята это я не знаю короче я кайфую то мы тут видим а видимо одно что он на разрывной нагрузке больше при одинаковом заявленном диаметре чем у дайвы вот в чем весь и прикол почему я и кайфовал это нужно обязательно 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 это нужно проверить действительно ли он держит больше но при этом мы конечно учтем их не соотношение диаметров к разрывным нагрузкам потому что данный шнур может быть не держит больше а может он и в два раза толще или в полтора раза толще но неважно это тоже все грешат ну что банда будем потихо и смотреть конечно я провел кое-какие тесты и что хочу сказать если взять сравнить их эти шнуры на гладкость именно не оригинальный и оригинальный то на руку разница небо и земля просто просто существенно это первое провел я тесты под микроскопом вот по такой тестовой таблице здесь мы видим полоски так как полтора по и это 0 205 ну можно сказать 0 2 миллиметра я даже тестовым линиям это все приложил и посмотрел шнур этот потолще он примерно где-то 0 250 потому что прям супер точно я не могу сказать и в то же время я сравнил потолшение его с дайвой салтигой мы видим что на упаковках на шпулях написано одинаковый диаметр полтора по и и делаем ставки делаем ставки господа ставки сделаны ставок больше нет ну где ваши руки youtube конечно да его оказалось тоньше я это все приложу видео по 12 жилом тоже провел тест действительно они здесь соответствуют подавил уже не буду потому что я давно это делал нету смысла никакого и мы видим что по диаметру дайва уходит 0 2 даже чуточку потушек края черной линии даже как бы чуть-чуть выступают за края ну и теперь самые главные тесты это конечно тесты на разрыв но мы делаем поправку что действительно возможно так как диаметр у шимана питбуль больше да он действительно может держать и побольше соответственно что тут непонятно но делаем следующие ставки господа переносимся на другое поле битвы и сейчас мы проверим разрывную нагрузку давайте убедимся что у нас прибор данной модификации драк чеки 10 2015 думаю на табло все это видят чему то я говорю то мы сейчас обратимся коррекционной таблицы для данного прибора смотрим и си 2015 таблица пп и именно диаметр у нас полтора смотрим погрешности для приборов 5 плюс 5 10 процентов для данного прибора в диаметре по и полтора у нас не должно быть практически погрешность вот если что-то рассмотреть коррекционную таблицу если вдруг кому-то интересно то есть а к тому что наше измерение в принципе должно быть очень точно еще раз напоминаю что что мы выявили что при одинаковых заявленных параметров полтора пм шнур шимона питбуль чуть-чуть потолще ну и начнем наверно с него так моря приготовил прибор заведен на 0 заводим и начинаем медленно-медленно создавать усилие получилось у нас 12 килограмм сделаем еще замерчик но тем не менее уже можно сказать то что они заявляют 36 и 1 либр это 16 и 4 килограмма ну тут 12 то есть все таки занижена да то есть мы видим что что по диаметру не совпадает что по разрывной нагрузке ушим она скажем так заявленные параметры нишпулин не соответствует самое главное еще при всех этих измерений из моего опыта это стабильность показаний измерений большой разброс параметров свидетельствует о некачестве неравномерность волокна давайте еще раз попробуем плавненько прикладываем силу опачки десять с половиной 10 с половиной это уже от 12 полтора килограмма не очень гуд вот и прочее говорю что нестабильность говорит о том что мононить вернее не мононить а шнур плетения сам по себе на разных участках является одни равномерным с разной площадью своего сечения и те даже к шнуру не прикасаясь специально опуская между пальцев и делаем главное усилие так 10 600 тут конечно под камерой под углом может быть не так видно но вот я опирам более точно вижу вот это уже наверное больше что-то похоже на правду 12 наверно как-то вылетела рандомно вот у меня еще есть немножко штура давайте на коротком участке еще раз попробуем ну вот где-то 10 900 10 800 максимальный результат у нас получился 12 минимальный 10 500 ну шнур достаточно потолще чем дайва сейчас мы посмотрим чем у нас может похвастаться 12 жильная дайва подаем плавно нагрузку это у нас дайва с алтига так где-то 10 100 ну практически 11 где-то 10 9 980 можно сказать 11 ну ничего себе вот это поворот сделала еще замерчик сбрасываем у дайвы разрывная нагрузка 31 либр у питбуля написано 36 и 2 но тут мы видим да что дайва как-то вот реальным цифрам как-то более тяготит то есть тут явно до 16 не дотягивает ну дайва заявила меньше она как-то более правдоподобно ничего не хочу сказать про фирмы шумана плохого абсолютно от слова совсем очень люблю их не катушки так поехали так поехали четко те же самые 11 то есть мы видим даже по стабильности результатов дайва 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 более стабильно это уже показатель так поехали все видели да то есть дошло до отметки 11 килограмм 50 грамм где-то и у меня шнур за то есть провернулся начал буксовать вот не оборвался второй раз конечно результат должен быть меньше потому что усилие уже создано на шнур и видите шнура осталось мало он прокрутился на стике хотя нет видите второе усилие ровно 11 килограмм вот тебе на 4 рывка вот мы видим 3 рывка по 11 это показатель ребята могу сразу же сказать что дайва просто по всем падежам и параметрам выигрывает у шимана питбуль тут уж что тут говорить все все видели переносимся на стол ну что уважаемая банда все все видели своими глазами видели реальные примерно диаметры данных типов шнуров видели реальные примерно разрывные нагрузки данных типов шнуров дайва салтига стоит на голову выше чем шимана питбуль 12 жильный и в целом я бы сказал даже на ощупь на руку вот именно дайва она даже мне кажется что она более гладкая то есть по всем параметрам она превосходит особенно у нее неплохая стабильность но в принципе вы видели тесты шнура дайва маритан да восьми жильный я бы сказал что вот этот шнур за свои деньги да на сегодняшний день по соотношению цена-качество один из самых неплохих шнуров его действительно можно брать ну и вы можете конечно сказать где купить эту дайву она очень много денег стоит стоит она вполне адекватных денег можно зайти посмотреть на наших интернет просторах я вот буквально пару дней назад находил там что-то в районах 5000 за 200 метров я считаю по сегодняшним днем это посильная вполне цена мне тут конечно умные скажем так интеллектуалы рыболовные пишут что вот дайва у нее там нет своего завода она сама не делает волокно это они там все типа покупают там у каких-то там фирм там да там понятно что концерт морик там морис куриха и все остальное да но я перепробовал в своей жизни очень много шнуров но вот именно такого волокна как на дайве да 12 жильный и я не увидел ни у одного шнура в мире конечно может быть дайва это конечно и не делает это волокно этот шнур да сам но никого ни у кого его купить невозможно кроме как у дайвы понимаете в чем прикол такие вот нюансы да они может быть сами ничего не делают так же как и подшипники там делают все разные фирмы там для катушек и всего там остального в мире но купить его можно так же как вот смазки шимановские да они сами их конечно не делают заказывают но вот купить их можно только у шиман Понимаете мою суть, что я хотел сказать по этому поводу Кто-то мне там писал, что есть какие-то еще 12-жильные шнуры очень крутые Я вот что-то не добрался до этого момента Чуть-чуть не отследил это движение Если кому-то интересно, есть желание, у кого-то есть 12-жильный шнур Присылайте, я затестю, сравним Желательно полтора ПЕ, чтобы было с чем сравнить уже по существу Присылайте, посмотрим В ближайшее время я навряд ли еще буду искать какие-то шнуры Мне это уже давно не интересно Я уже больше 5 лет рыбачу 12-жильной дайвой Они у меня есть, шнуры вот эти, которые уже по 5 лет на горнике работают 12-жильные, и что-то с ними не случилось, ничего Просто я доволен Не знаю, как это будет работать в ракушечнике, в траве В каких-то там заплесневанных водоемах, где там оживут щуки В коряжниках, не могу сказать Но у меня в области горных речек это все работает Я просто офигенно, офигенно доволен С уважением отношусь тоже к фирме Шимана Ни в коем случае не хочу ни поднять, ни приунизить что-то личное достоинство какой-то фирмы Только объективно, вы ее все видели Ну что, заканчиваю Все, кому понравилось, ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, банда До свидания, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok